Виды инвестиционных портфелей и их рентабельность. Здесь я поведаю свой взгляд, основанный на математических расчетах по доходности и непосредственно на моем опыте, который я по сути эксплуатировал с 2014 года активно по 2017-2018. Консервативный портфель – это первый вид портфеля. Перед вами схема как по доходности, так и по распределению капитала по активам. Здесь выбраны в этом скрине облигации. Именно для тех людей, кто не любит смотреть, как просаживается их портфель на фоне высокой волатильности. Я распределил здесь 100% капитал по 33% в три инструмента. Это 33% облигаций федерального займа. Второй пункт – 33% – это корпоративные облигации по всем секторам экономики. Имеется в виду по всем секторам, которые указываются здесь. Это энергетика, электроэнергетика, финансовый сектор, телекоммуникация, сырьевая промышленность, потребительские товары и услуги, недвижимость, машиностроение и транспорт, информационные технологии. И третий пункт – это 33% муниципальных облигаций. Брать в расчет только экономически развитые регионы России. Это Москва, это Янау, Ямало-Нинский автономный округ. Это может дать, в принципе, тоже Якутию как вариант. Но в первую очередь акцент лучше ставить на Московский округ. Москва и область – это самые-самые экономически развитые регионы. И там, в принципе, доходность по ним более-менее оптимальная. Далее, среднегодовая доходность по ОФЗ, код 29010, при этом это самый высокий процент из всех ОФЗ, которые имеются на рынке сейчас. 7,83%. Второй пункт – корпоративные облигации, 8 отраслей, те, которые я показал вам сейчас, это 10,89%, почти 11% прибыли. И муниципальные облигации – это Московский регион и Ямало-Нинский автономный округ. Это по 6,83% прибыли годовых. И средняя доходность получается 8,51%, что больше, чем вклад в банки. И поэтому данный первый вариант подходит тем людям, консервативный такой портфель, кто не может смотреть, кто, точнее, даже не хочет смотреть на волатильность, как пляжет его портфель из минусов в плюс. Потому что у многих людей просто нервы задают на этом-то фоне. И я их прекрасно понимаю. Потому что не один раз я был свидетелем того, как у людей даже крыша ехала от того, что их там портфель приседает на 30%, я особенно-то в том году видел у своих некоторых знакомых, когда был обвал рынков с октября по начало января. И у многих просто крышу сносило. От такой дикой волатильности, когда их портфель проседали у некоторых даже на 40%. Ну вот, бывает такое. Второй пункт, вид портфеля, это умеренный портфель. Ваши 100% от капитала распределяются в 4 сектора. Первый сектор это 41,25% это облигации, из которых по 20,62% уходит на ОФЗ и на корпоративные облигации. Просто я информацию не поменял, так как я небольшие коррективы в этот аспект ввел. По 20,5% еще раз ОФЗ и по 20,5% на облигации корпоративные. Второй пункт это 36,25% акции Российской Федерации. То есть брать сектора охватом. К примеру, электросетевой сектор условно, это Россети, ФСК, Ленэнерго, ОГК, ТГК, Интеррау и Юнипро. К примеру, даже газовый сектор условно говоря, это Газпром, Новотек, финансовый сектор, это ВТБ, Забербанк и Банк Санкт-Петербург. Такие самые ликвидные, в принципе, акции и самые доходные. По крайней мере, большая часть из них это реально доходные акции. То есть брать сектор непосредственно охватом. Третий пункт это 12,5% ETF на S&P 500, то есть на американский индекс, на американские акции. И четвертый пункт это 10% на золото, опять же ETF на золото. Среднегодовая доходность получается такой, облигации в суммарно 9,36%, акции 10%, это непосредственно исходя из их дивидендной доходности. Самое среднее получается на текущий период времени это 10%. ETF на золото в среднем прибавляет в росте по 7%, этот диапазон был подсчитан с 2008 по 2018, то есть средняя его цена, точнее средний его рост это 7%. И ETF на американские акции в среднем 13,65%, опять же в диапазоне 2008-2018 года. Средняя доходность по портфелю составляет 10%, но здесь перелегия в том, что он у вас абсолютно диверсифицирован. И он имеет способность подниматься непосредственно, точнее повышать своего капитализации на фоне роста акций, так как акции являются рискованным инструментом. Но с точки зрения капитализации они помогают портфелю расти, так как в них в этой привилегии уже заложены изначально. И агрессивный портфель, в принципе то чем я пользовался ранее, это 70% акций и 30% корпоративных облигаций. Это самый рисковый портфель из всех, потому что все-таки перед тем как вкладываться в корпоративные облигации необходимо изучить их фундаментальную основу. То есть посмотреть, чем компания занимается, актуальна ли ее деятельность на рынке и какие бухгалтерские отчеты она из себя показывает. То есть она работает в прибыль, либо работает в убыток. И при этом смотреть, что у нас отношение долга и ее баланса. Если баланс выше, чем долговая нагрузка, это плюс. Если кредит, долговая нагрузка выше, чем баланс, это минус, так как компания будет тратить большую часть своих средств на погашение долгов. Вот и получается то, что доходность от акций в дивидендном соотношении 10%, а корпоративные облигации 10,89%. Суммарно получается среднегодовая это 10,44%. Вот, и из тех портфелей, которые я вам презентовал сейчас, я использовал именно агрессивный портфель. С 2014 по 2017-18. То есть я на этом рубеже и постепенно их распродавал. Хотя, при этом честно, я делал это зря. Надо было все-таки как минимум МТС оставить в своем портфеле, потому что дивидендная доходность была по нему просто супер шикарной. Поэтому какой-либо портфель вы можете избрать из текущего формата именно по мере своей стрессоустойчивости. Потому что если вы нервный человек, не в обиду никому сказано это, то вам лучше выбрать консервативный портфель. Это чисто из облигаций, чтобы свои нервы не травмировать, а получать чисто купоны, купоны с тех облигаций, которые выдержат корпоративные облигации, либо облигации федерального займа. Если вы стрессоустойчивый человек, то можете брать умеренный портфель для того, чтобы получать дивиденды с акций и при этом еще получать рост, капитализацию вашего портфеля. При этом еще соотносить с облигациями, потому что я убежден на своем опыте в том, что облигации это необходимость портфеля. Потому что облигации по факту являются условно капитализированной подушкой безопасности. То есть положили туда деньги и на деньги вам начинаются купоны. Это тоже немаловажный аспект. Потому что, к примеру, если сравнить брокеров, российские брокеры не предоставляют каких-либо привилегий в адрес своих физических лиц. В отношении того, что деньги лежат, например, на брокерском счете, они их не капитализируют. То есть они какой-то процент на них не начисляют. Например, американский брокер Interactive Brokers, они капитализируют портфель клиента, когда деньги там просто лежат мертвым грузом. Они какой-то маленький процент начисляют туда. Российские пока брокеры еще такого не делают. Поэтому, с точки зрения подушки безопасности, необходимо иметь облигации в любом случае. И я еще раз говорю, в этом я убежден на своем опыте. Ну а уже, в принципе, решать непосредственно вам, какой портфель вам более по душе. Наставить, как говорится, не буду. Тут уже решайте сами. Что вам ближе, то и выбирайте. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик. Канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, ее теория и практика, аналитика, обзор акций и облигаций, технические и фундаментальные, а также торговые идеи, среднесрочные и долгосрочные. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия – наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.